Друзья, всем огромный привет! У меня появилось второе дыхание, вдохновение, поэтому я опять же решила второе видео подряд снять, поэтому буду в том же одеянии. Итак, о чем сегодня хочу с вами поговорить? Конечно же, скоро весна, мне, я уже в предыдущем видео говорила, мне так хочется весны, прям я действительно опять в поиске классных новых ароматов на весну, потому что устала немножко от тяжеляков, хочется чего-то легкого, женственного. У меня вот опять пробило на женственность, причем именно на цветочную, то есть у меня был период, когда меня пробивало на женственность именно в плане уходовых ароматов, теперь мне хочется женственности цветочной во всем своем разнообразии, во всем своем прекрасии, плюс я заметила, что супруг мой всегда все-таки отмечает именно такие супер женственные, супер феминные ароматы. Вот сегодня я хочу рассказать вам о 10 ароматах, которые замечательным образом подходят именно для весенней носки. Конечно же, вы можете их носить и летом, да и сейчас спокойно их можно носить, но для меня это все-таки больше ароматы на весну. Ссылочки, конечно же, оставляю внизу, поэтому обязательно заходите, смотрите, и про промокодик на RANDEWOOD тоже не забывайте, мне будет безумно приятно. Первый аромат, с которого хочу начать, для меня это прям весна во флаконе. Первый раз, когда я послушала этот аромат, мне он засел настолько в мозг, в мою память альфактурную, что я постоянно вспоминала звучание данного аромата, постоянно ходила в магазин, его опять тестировала, вдыхала, и потом в результате все-таки созрела и купила. Это аромат от Giordino Benessere, аромат Pompeii Guard. Я несколько раз вам уже про него говорила. В принципе, этот аромат спокойно можно носить и летом. Здесь такой сочный, красивый старт, здесь очень много цитрусов, здесь есть мякоть ананаса, причем без шкурки, без каких-то забродивших таких немножечко нюансов. Я не люблю, когда в аромате есть ананас, и он начинает куда-то там гулять, меня это немножечко отталкивает. Я думаю, вы поняли все, о чем я говорю. И здесь обилие цветов. Он настолько красивый. Также зелень присутствует в данном аромате. Это супер женственный, супер весенний аромат. Он действительно как всплеск эмоций, когда начинают почки распускаться, когда теплое солнышко уже становится, тебе хочется все больше гулять. Да, пускай там на траве еще где-нибудь лежит снег, но ты уже получаешь удовольствие от прогулки, потому что зимой, ну согласитесь, особенно в Пургу гулять особо не хочется. Поэтому, конечно же, Pompeii Garden я вам однозначно рекомендую. Вообще, очень хочу похвалить этот бренд. Меня с ним познакомила Карина. Я обратила на этот бренд свое внимание после ее обзора. У меня есть два любимчика, Bianca Laos и, конечно же, Pompeii Garden. Поэтому обязательно его попробуйте, если любите такие легкие фруктово-цветочные ароматы. Но на старте здесь цитрусы с фруктами, опять же повторюсь, а дальше это огромнейшее обилие всеразличных, очень душистых, таких вот прям наполненных жизнью, наполненных юностью, я бы даже сказала, цветов. Поэтому попробуйте. Очень интересный аромат. И для меня это прям действительно аромат, который я ношу каждую весну. И, конечно же, Young Rose от Bayreda. Я вообще жалею, что взяла себе полтинник, потому что, честно признаться, мне прям мало этого аромата. Хотя изначально я вообще не думала о том, что мне нужен этот аромат. Я познакомилась с ним из Атлеванта, мне присылала его моя парфюмерная подруга, за что, опять же, огромнейшее спасибо. Это аромат про молодую, влажную, раннюю розу, которая только начинает распускать свои лепестки. Прекрасные. У нее на лепестках есть капли воды. Здесь есть молекулярность, здесь есть немного древесной оттенки. Это безумно красивый аромат. Он очень женственный, он очень комплементарный. Если вы ищете аромат молодой, юной, только распускающейся розы, обязательно попробуйте Young Rose. Он, собственно, как и называется Young Rose, он так и звучит. Поэтому тоже очень рекомендую вам попробовать. Еще, кстати, по рекомендации Карины я попробовала Вероника Габай Ready for Rose. По-моему, называется аромат. Тоже про молодую розу. У него, кстати, хорошая, в принципе, цена сейчас идет на рандеву. Поэтому тоже обязательно присмотритесь к данному аромату. Он мне понравился. То есть я тестировала несколько ароматов от данного бренда. Все они на тему розы. Вот они мне показались больше уходящие в арабов. А прям вот Ready for Rose, если я не ошибаюсь, то это прям очень красивый аромат про розу. Попробуйте. Тоже в нем есть какая-то такая вот молекулярность. Также очень хочу отметить аромат Жасминеша от Moresc. Если помните, то летом я вам все, опять же, уши прожужжала про Леди Тубирозу. Но как-то Жасминешу я купила. Она мне очень понравилась сразу. Но рука у меня к ней не тянулась. И сейчас я понимаю, что все чаще мне хочется наносить на себя этот аромат. Здесь очень интересный такой старт. Здесь есть имбирь. Здесь есть мандарин. Имбирь причем придает этому аромату такой некой пикантности. Аромат насыщенный. Аромат густой. Аромат яркий. То есть если Леди Тубироза, скажем, не очень стойкая. То есть это достаточно легкий такой супер женственный повседневный аромат. То Жасминеша это все-таки как будто бы ее сестра, но такая попараднее. И она, конечно же, имеет совершенно другие технические характеристики. С этим ароматом лучше не борщить. Но я все равно наношу где-то на себя 2-3 пшика. Чувствую себя очень с ним комфортно. Здесь дальше как раз таки идет Жасмин. Жасмин ни в коем случае здесь не индольный. Здесь много сладости. Здесь, возможно, есть амбра. Я не вот так вот не помню пирамиду. Но здесь прям есть такая медовость, пыльцовость, тягучесть. Немножко, возможно, даже смолистости. Ваниль. Возможно, немного абсолюта ванили присутствует в этом аромате. Очень тоже его рекомендую. Мало про него слышу, но считаю, что очень красивый супер женственный сладкий. Такой прям сладко-цветочный аромат с хорошими техническими характеристиками. Также очень хочу отметить нетривиальную, небанальную, абсолютно непростую розу, которую тоже 100% нужно тестировать, потому что это корритерно панк-мотель. Я вам рассказывала тоже про этот аромат. Познакомила меня с ним уже Ангелина. За что ей огромнейшее спасибо. Это очень непростая роза. Здесь роза уходового дорогого крема. Опять же, любви к себе. Очень нежный, очень женственный аромат. Здесь есть такая интересная нота, как салициловая кислота. Мне безумно нравится, конечно, вот это вот необычное оформление флаконов. Я обожаю все такие вот необычные флаконы. Разглядывать вот эти вот детали. Это настолько увлекательно. Я не знаю, конечно, так же вы рассматриваете флаконы. Но я каждый свой флакончик люблю. Я каждый флакончик люблю вот так вот так сильно трогать. И, конечно же, мне важен форм-фактор именно самого флакона. Я, конечно же, обожаю пользоваться отливантами. Потому что для меня отливанты это спасение по знакомству с другими классными дорогими именно ароматами. Потому что, ну, потому что, в общем, это все в копеечку. Вы знаете, то, что в парфюмере это дело такое совершенно небюджетное. Познакомиться это хочется со многим. Ну, и как бы ты выбираешь пробники отливанты, это на самом деле очень сильно спасает. Но когда у тебя появляется желанный, красивейший флакон, ты просто от него оторваться не можешь. Также хочу сказать то, что эта роза набирает в себе со временем технические характеристики хорошие. И если раньше я говорила, что это очень интимный аромат, но на самом деле он так и является. Он является интимным ароматом, но у него хорошие технические характеристики. Я имею в виду, то есть где-то 5-6 часов выдержит этот аромат. Даже всю ночь он на мне выдерживает. Особенно на одежде кожа моя, конечно же, достаточно быстро съедает этот аромат. Но я каждый раз получаю такое неимоверное удовольствие от этого аромата. И, конечно же, муж мой тоже его очень любит, потому что это женственность. Розный уходовый крем для тела. Я бы, наверное, даже добавила сюда капельку такого мелкого шиммера для полной картины. Но очень классный аромат, вообще классный бренд. Поэтому тоже обратите на него свое внимание. HFC, конечно же, любимый. Не могу обойтись без их помадной розочки. Это Wear Love Everywhere. Аромат, который я навряд ли, наверное, буду офлаконивать. Но мне очень нравится тоже этот парфюм. Здесь есть немного цитрусов. И здесь именно такая помадно-пудровая роза. Классный аромат. Розная жвачка, в общем, в основном. В простонародье, скажем так, у нас называют этот аромат. Очень тоже рекомендую. До флакона не уверена. У них, конечно, бомбезные такие флаконы. Там, по-моему, идет девушка с розовыми перьями. Но пока не сношу travel формата, однозначно не буду себе приобретать полноразмерный флакончик. И хочу сносить данный travel за эту, собственно, весну. Я поставила себе вообще задачу на этот год добить несколько флаконов. Два я уже добила, но там было совсем чуть-чуть. Это, можно сказать, что не считается. Но для меня считается, потому что коллекция у меня большая. Прибиваю свои некоторые пробники от Леванты. Некоторые миниатюры. В общем, я хочу именно наслаждаться ароматами. Я также уже об этом говорила. Я не тот человек, который купил и поставил. Я всей своей коллекцией пользуюсь. То есть, она у меня подвижна. У меня никакие флаконы не застаиваются. Если я понимаю, что аромат устал от него, что просто я с ним уже наигралась. Тогда как бы он уже идет в другие руки. Также хочу, конечно же, отметить аромат. Это Дама Бьянка от Ксержов. Достаточно тоже противоречивый такой аромат. Потому что здесь есть очень интересная нота солода. Здесь на старте идут цитрусы. Здесь, по-моему, есть кумкват, если мне не изменяет память. То есть, такие немножечко они горьковатые. В аромате практически сразу начинает раскрываться солод. Меня сначала пугало, отталкивало излучание этого солода. Но потом я как-то к нему стала по-другому относиться. Здесь огромнейшее количество цветов. Здесь есть фиалка. По-моему, здесь есть ирис. Возможно, здесь есть жасмин. Очень красивый аромат. Цветочный, женственный. Немножечко такой пьяненький, помадный. Конечно же, хочу, чтобы вы подходили, обязательно тестировали данный парфюм. Потому что некоторым из-за вот этого оттенка солода данный парфюм пахнет пивом. Я не слышу здесь пива, поэтому, конечно же, вам его рекомендую. Также очень хочу отметить аромат, в который я просто влюбилась. Также носила его запоями. Для меня это такой очень женственный, очень феминый аромат. Это Arabian Wind Pomegranate. Аромат с гранатом, с розой. Большим количеством цветов. Здесь есть оттенок уходового средства. Пудровости, помадности, но не слишком. То есть, эта помадность не уходит ни в коем случае в ретро. Очень красивый аромат. И немножко даже такого гранатового джема. Я что ли слышу красивый аромат. С ним нужно быть аккуратной. Потому что его может быть слишком много. Это действительно так. Я с дуру, знаете, когда первые разы разнашивала этот аромат, нанесла на себя один пшик. Потом, блин, какой классный. Думаю, надо еще. Еще один пшик нанесла. Потом пошла, почитала. Думаю, надо еще нанести. Нанесла на себя третий пшик. Просто сижу. Потом, когда эта вся красота начала еще больше разогреваться на моей коже, раскрываться, я сижу и думаю, боже, зачем я это сделала? Ну, что за дурочка? Ну, зачем вот так вот? Аромат с хорошими техническими характеристиками. Он очень стойкий, яркий. Некоторые говорят, что он похож на какой-то там фланкер Джорджо Армани Си. Я не знаю. Я вообще Си, честно признаться, не очень. То есть, в шлейфе с людьми мне очень нравится этот аромат. На себе категорически не могу носить данный парфюм. Но помегранат мне безумно понравился. Поэтому попробуйте. Похож ли он на какой-то там Си, я не могу сказать. Потому что просто не очень хорошо с ними знакомо. И последний парфюм, который очень хочу отметить, это, конечно же, Бушерон Кватро Айконик. Бюджетный аромат на тему тубероза. Он, как можете видеть, у меня хорошенечко так настоялся. У него амбровый такой уже оттенок. Мне очень нравится оформление флакона. Мне очень нравится, на самом деле, звучание данного парфюма. Здесь на старте идут цитрусы. Дальше этот аромат начинает раскрываться сливочной, мягкой такой вот туберозой. Есть четыре аромата, которые заякорились у людей. И практически каждый аромат люди пытаются отнести к группе того или иного аромата. Я сейчас говорю конкретно про ганимет, про делину, про бокару и, конечно же, про кокаин. Иногда я читала отзывы на этот аромат, что он кому-то похож на кокаин. Для меня кокаин – это мой парфюмерный кошмар. Я не могу носить на себе этот аромат. Мне в прямом смысле физически становится плохо. Кому бы я не давала послушать этот, к сожалению, аромат, им тоже становится плохо. Не хочу никого обидеть. Если на вас красиво раскрывается кокаин, вам очень повезло. Правда. Я вам, честно, даже немножечко завидую. Здесь от кокаина нет ничего. Поэтому вот, собственно, четыре аромата, такие четыре группы, подгруппы ароматов, в котором кто-то постоянно пытается какой-то аромат присоседить, скажем так. Читать отзывы на фрагрантике – это, мне кажется, точно не выход и не решение в принятии, нужен вам тот аромат или нет. В общем, я как-то ушла в дебри. Кватре Айконик. Ничего здесь от кокаина нет. Очень красивый, мягкий. Здесь очень много амбре, здесь много теплоты, здесь много густоты. То есть, это не совсем такой нежный аромат. Но я спокойно носила его летом. Очень комфортно носится, потому что бироза, как я повторюсь, это больше такой летний цветок. Потрясающий аромат за очень доступные деньги. Поэтому обязательно обратите свое внимание. Мне очень нравится вот у них, опять же, вот это вот оформление кольца. Друзья, на этом я буду заканчивать. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам было интересно меня смотреть и слушать. Я надеюсь, что вы не устали и нормально, адекватно примите мои слова по поводу вот этих вот классных четырех ароматов. Я редко с вами делюсь какими-то такими историями. Но иногда у меня бывает вдохновение, иногда у меня бывает желание поговорить с вами, как с друзьями, обсудить с вами. Поэтому мне, собственно, захотелось сегодня, я с вами поговорила, обсудила эту тему. Надеюсь, что все адекватно это воспримут. На этом я буду с вами прощаться. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Я вас всех обнимаю, целую. Пока-пока, до новых встреч.